На сегодняшний день Кевину Ли 27 лет, Чарльзу Оливейре 30 лет, и его можно смело назвать настоящим ветераном UFC, он выступает в организации аж с 2010 года. Интересно намечается поединок, сейчас Оливейра в неплохой форме, Кевин Ли жутко нестабильный, от этого в поединке есть интрига. Событие пройдет 14 марта во главе шоу UFC Fight Night 170, и уже есть реакция от Махачева. Он написал в твиттере, Кевин Ли, сколько разговоров, но ты нашел легкий выход. Вот такие слова нашего спортсмена. Это пример того, что бойцы мало что решают. Решение о том или ином поединке принимает руководство UFC. Кевин Ли и Чарльз Оливейра занимают 8-ю и 13-ю строчки в рейтинге легковесов UFC, соответственно. Дональд Сироне планирует драться с МакГрегором в стойке, при этом понимает, что умным решением было бы скорее бросаться в ноги МакГрегору и стараться его измотать и забороть. Многие уверены, что ковбой будет деклассирован в стойке, что идея размениваться ударами с Конором в центре октагона не лучшая идея. Болельщики сходятся во мнении, что на текущий момент Конор МакГрегор сильнее Дональда Сироне именно в работе в стойке. Но Сироне стоит на своем. Вот его заявление. «Знаете, возможно, мне следует попытаться бороться с ним, но я не думаю, что стану так делать. Я, как он, тоже люблю драться. Мне нравится выйти в октагон и устроить рубку. Каждый без конца говорит, что его стойка невероятна. Ну так почему тогда мне это не проверить?» – рассказывает Сироне в интервью из Пен. Это было совсем недавно. Вероятно, этот поединок пройдет по сценарию, схожему с вторым боем МакГрегора с Нейтом Диасом, и Конор одержит победу. Но это мое мнение. Пишите свое в комментариях. Джон Джонс рассказал, за кого будет болеть в бою МакГрегор Сироне. «У Сироне появилась отличная возможность. Я рад за этого парня. Мы общаемся, поэтому я буду болеть за него. Впрочем, не буду скрывать, что выступление Конора вызывает у меня положительные эмоции. При этом МакГрегор многое делает для ММА. Он отличный бизнесмен. Пусть победит сильнейший», – цитирую Джонса Би Джей Пен. Друзья, чтобы смотреть новое видео первыми, для этого нажмите на колокольчик. Это вот здесь. А мы идем дальше. Конор МакГрегор ответил на сравнение с Майком Тайсоном. Суть в том, что Майк Тайсон тоже был одной из величайших звезд в истории бокса. Но он не только потерял все свои деньги, но и очутился в тюрьме. Да, у Майка Тайсона были свои взлеты и падения. И его финансовый менеджмент поставил его в положение, в котором он не должен был оказаться. Но если вы сейчас посмотрите на Майка, у него есть деньги. Он занимается своим бизнесом и чувствует себя отлично, – говорит МакГрегор. Конор не хочет повторять взлеты и падения легендарного боксера. Говорит, «Конечно, я не хочу идти по этому пути. Возможно, я все же немного по нему прошелся, но я прислушивался к себе, прислушивался к близким людям, которых я уважаю, и исправил то, что делал неправильно». Кстати, еще один топовый боксер Тайсон Фьюри станет гостем турнира UFC 246. Об этом стало известно из его же слов. «Конор победит нокаутом. Я буду на этом поединке и понаблюдаю за всем, сидя рядом с октагоном», – заявил Фьюри. Ребята, можете, кстати, получить приятный бонус по этому промокоду. Магомед Исмаилов похвастался скоростью рук, несмотря на набранный им вес. Все в курсе, что маге не придется сгонять вес, и многие уверены, что лишние его килограммы сделают его намного медлительным. Сам Исмаилов так не считает у себя в Инстаграме, он выложил видео, ролик на котором показал скорость. Все, кто думает, что с большим весом я потеряю в скорости, хочу сказать вам, I don't give a shit. Поприветствуйте, пожалуйста, мои 100 килограммов, чувствую себя бомбово. Лучшее, что может сделать Александр Емельяненко, это подойти к бою в своей лучшей форме. Отмечу, друзья, что на данный момент Исмаилов идет на серии с 9 побед. Чемпион тяжелого веса ACA Евгений Гончаров видит его, имеется в виду Исмаилова, победу. Я считаю, что во всех аспектах Исмаилов может потягаться с Александром. Мое мнение, Исмаилов одержит уверенную победу. Я не вижу, за счет чего Александр сможет сдержать напор Магомеда. Так что, ребята, мага Исмаилов весит уже 100 килограмм и демонстрирует отменную скорость. Емельяненко тоже уже начал подготовку к бою. Напомню, что поединок их состоится 3 апреля на турнире ACA 107 в Москве. Бой пройдет в тяжелой весовой категории. До возвращения Магомеда Исмаилова и Александра Емельяненко осталось 79 дней. Болельщика в ММА ждет яркое событие. Не забудьте поддержать меня лайком, если видео понравилось. Стараюсь для вас, ребята. А еще нажмите на колокольчик, это вот здесь, чтобы всегда знать новости из мира ММА. Увидимся в следующем выпуске. И до скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова